У вас есть мечта. Вы хотите проблему решить за то, чтобы осуществить, достичь результата, мы ищем с окружающего мира, что решение. Решение. С этим поговорим, мы почитаем, мы посмотрели, попытаемся повторить, что-то не получается. У каждого из нас в жизни так. Индивидуально, не? Вот, например, есть нормальные люди, есть садисты, есть мазохисты. Което с мазохистом нормально обращайтесь, они будут чувствовать неудовлетворенно и скрабленно. А с садистом мы попробуем нормально обращаться. А кто же вас будет ненавиден? Потому что нереализирована как мечта. Только что вспомнил реальные случаи, реальные практики мои. Встретил с мужчиной, который два раза разведет, а у него какой-то подсознательный, он нормальный человек, нормальный бизнесмен, именно во время выполнения супружеских обязанностей, он изполняет удовольствие от садистического... От садистического удовольствия. И две жени, они побежали от него? И две жени го допуснах. Ну что, как я могу решать? Потому что... Какво го решат? Тоже садистът садистом находят глубоко подсознание, куда его и я не умею. Подсознание на то, аз тогда не може да отвлязе там. Но однажды раз какво раздоплюм. А что ест ли для вида найти мазохиста? Какво? Което ти наведи някакво мазохистата? И вспомнил, что у нас есть одна мазохистка... Страдающий именно сексуальной неудовлетворенности, благодаря которому она уже была трижды разведена. Благодаря как-то иначе три потери раздоплим. Потому что все мужчины были тряпкие. И их ознакомил. Потому что она занималась где-то год полтора там назад, фанкета оставила. И я обращал в конфет с таким местом. Почему нормальных мужчин нет? А я с ней общался, как это так нормальные мужчины? Вдруг узнал, что она мазохистка. Она получает удовольствие, нагаду, нормальное счастье, когда какой-то мужчина всегда ест со волосы и лицом обостровано. И психологически. Мужики, не повторяйте это. А вдруг вашего жены, а то есть скрытый червежонный садизм. И вы получите обратное. Да не виноват. Знаете, что я за ними наблюдал почти 10 лет. Они счастливы. Те са счастливы. Две деца. Они оба счастливы. Значит, каждому свое. Согласны. А для того, чтобы свои скрыти и реализованные мечты осуществить. А за да реализираме скрытите си реализированные мечты в пополнен свят, в пополнен свят въобще может да няма решение. Для этого нужна интуиция. Для этого и нужна интуиция. А интуиция показывает вам то, что людям неизвестно. Наука. Посмотрим, например, в науке. Есть в науке, скажем так, изобретательство. Есть соискательство. Это соискатель ученой степени. А есть еще фундаментальные открытия. Наука. Человек, который в науке не занимается. Ему глубоко наплевать, что они так и это такое. Но я вас предупреждал. Прошу терпеть две-три минуты. И море да истерпите детали. От моята хвала вам. И то, на чем держатся наши с вами занятия. На чем держатся выздоровление. В Советском Союзе, это огромная страна из трехсотмиллионного отделения. Это единственный институт патентологии, который давал патент. Найдите институт. Открываем энциклопедия. За каждый год в Советском Союзе около ста тысяч человек становился кандидатом или доктором наук. Физиков миллион, Эйнштейн один. Кто-то ненормальный старт дает. Все остальные ученые в степени зачищают на основе этого знания. И зарабатывает на свою жизнь. Это осуществление. Каждый год около ста тысяч человек брали свидетельство, патент на изобретение. Сто тысяч умножаем на семьдесят три года существовать. А теперь обратите внимание, что такое открытие. Это науку, научному кругу ранее неизвестные закономерности. Но какое-то что-то такое, которое нет другого синонима. За семьдесят три года существования Советского Союза было зарегистрировано в биологии всего-навсего пятьдесят два фундаментальных открытия. Разберяйте пятьдесят три года. Разберяйте пятьдесят три на семдесят три години. Чирисотделят-и номер открытия. И пятьдесят-и преднадлежат Ваши слуги. И пятьдесят-и преднадлежат Мане. А теперь я объясням. Мы установили группа ученых с Университета Ломоносова. Материално воздействие нашего эмоционального центра. Материално воздействие нашего эмоционального центра. Эмоция, она невозможно измерить. Химический анализ не может. Обрадовались, не с чем верить. Обожлились, не с чем верить. Насколько обрадовался, насколько счастлив. И каково влияние этих эмоций на организм. Никто, оказывается, не занимался, не интересовал. Откуда мы, несколько миллионов людей, благодаря этого системы, восстановили здоровье? Откуда несколько сот человек стали мультимиллионерами? Откуда на ровном месте вчерашний неудачник сегодня миллиардер? Я научно знаю, на основе чего держится характер неудачника. На основе чего держится характер обычного человека. И на основе экспериментов я абсолютно точно знаю, что в природе гениев или идиотов не бывает. Слабы и сильны не бывают. Просто напросто каждый человек, величайшая личность, попадая в какую-то среду, базовое знание, базовый навык, базовая информация получает из окружающего мира. И все это закладывает в свою кастрюлю и пытается сварить какую-то еду, какая-то решение. И из него получит результат. Понимаете? Мы с вами являемся среднестатистическим продуктом окружающей среды. Какой бы суперсовременный мегакомпьютер мы с вами не были на странах, если туда закладывается примитивной программки калькулятора, мы станем конкулятором. И вся эта сверхсуперкомпьютер, которые могут в доля секунды вычислить всю Вселенную расположение калькулятора, он с трудом читает сколько будет 2 на 2, потому что изначальная программа рассчитана на что на самых обычных, самых примитивных процессах. Его возможности не востребовано. Вот почему у малышнего человека 3-4-5 процентов можно работать. Потому что на остальное не востребовано. За что, чтобы постановление нам не нужно? Из заключающего мира взятая программа не востребовано. Не требует, чтобы пожрать, обеспечить своим вкусником едой, чтобы поддержать, удовлетворить свои обычные инстинкти, обстроить свое гнездо и притворять себя нормальным человеком как все. Не надо. Много част от мозга. Дальше мы проводили исследования. Памят, как проект мысляли. И кое то установили? Путем осознанного управления эмоцией. Че посредством осознатного управления на эмоциите можно менять жизнь. Три источника меняют вообще физическое состояние. Три источника меняют из тела физическое состояние. Мыслительный процесс. И эмоциональный, скажем так, и состояние воли. И состояние воли. Это тело. Какое тело? Если тело хорошенько в сауна отвели, а масаж пустили, поиграли в футбол, волейбол, и скърваме, накарбиме, накарбиме, с радвой. Всичко, което дадем на това тяло, на следващия день, на следващия день, и ваше тело ще се вужда по-рано от вас. И начинает говорить ваше усъртнание. Просыпайся! Велики дела! Не надо улыбаться, мужики. Я не о том, который раньше вас встает. По утрам. Что у вас встает? Кое стало против вас? Друга. То, что становится что? Учителя не задерживается. Это у вас, то это у... Некоторые пытаются вспомнить. Продолжаем. О чем вы говорили кроме следващия? Тело. То есть, тело влияет на эмоцию. Согласны? Тело влияет на ваши мысли, на ваши отношения к проблемам и на ваши мечты. И моря поколения. И в тези дни, които ви е до колена. Ви смотрите на весь мир, в любятними глазами. Даже самый подлий ваш съсед, в тези дед, кажется чуть-чуть добре. Най-подлий ваш съсед, този дед, ви изглежда малко по-добра. И в другом даром живите, что у вас есть. Жены есть и еще чуть-чуть ума. Откривахте, че жена ви има още малко ум. А ви етат, как голос вечный, как воронай. Вечният гласите на свака. Все кажется хорошее. Все кажется прекрасно. Даже дождь со снегом вам начинает давать наслаждение. Даже, как говорите, в один месяц зарплата не будет. Даже, как ви кажем, в този месяц зарплатар, не с аз. Настраемате имам, а колоколок тренировам. Вовсичко, виждаме добре.